Началась игра на ЧСКОМ с иранским гроссмейстером Амирреза. Е6 первый ход делает. И теперь Б6, переход в новоиндийскую. Ферзь С2 здесь на С5 побью ДЦ. Соперник выбирает С6, Д5 такую расстановку. Все-таки хочет перейти в каталонские построения. Наверное, могу здесь и забрать. 2-0. Дальше конь С3, слон Ф4. Такое приблизительно стандартное развитие для таких позиций. Где-то конем на Е5 хочу залезть. Может быть не здесь, чуть попозже. Сначала сделал ход Ферзь А4, потому что слон на А6 весьма неприятный. То есть простреливает диагонально, Е2 давит. Из-за этого я не могу закончить развитие. Вот. А теперь ладья Ц1 уже. Может быть, кстати, конь Б5 имела смысл сразу запрыгнуть. Но это дело уже прошлое. Так, ладья Д1. Не хочу где-то еще А4 подорвать. Может быть, сразу. Поскольку слон на Б7 немножко подвисший. И, в принципе, даже здесь не обязан отводить коня, на самом деле. Но можно и отвести. То есть план дальше будет разменять ладьи и сыграть где-то ладья Ц1. Например, размен. Ладья Ц1, конь Ц1. И потом поведу коня, например, на Е5. Возможно, нацепить. Хотя вряд ли это поле соперник мне предоставит мое распоряжение. Ну, конь Д3 пока. К сожалению, не могу как-то вывести коня Ф3 на более активную позицию. Потому что пешка Д4 здесь под боем оказывается. Но пока что сыграю, допустим, А4. То есть такой полезный ход. В избежание всяких угроз типа Ж5. Так, слон Ц6. Хочет атаковать мою пешку А4. Вот это уже более неприятно, на самом деле. Может быть, все-таки конь Д2. Ферзь Д4, Е3. Нет, там конь Д2 будет. Такое не годится. Непонятно, что делать с пешкой, на самом деле. Слон Е3 пока. Конь Д2. Все равно таким образом играю. Так, Ф5. Мощно давит соперник. Тяжело бороться, конечно, в этой позиции. Но пытаюсь, может быть, за вот эту вот слабость единственную в лагере черных зацепиться как-то. Слон А3. Хочется Ферзя там перевести в район поля А5, но как это сделать, непонятно. Соперник тем временем хочет разменяться. Мне, естественно, это невыгодно. Сижу уже без пешки здесь. Давайте попробуем последний какой-то шанс практически. Пожертвовать вторую пешку и пролезть, вернем на С7. И это соперник тоже не дает сделать. Максимально надежно играет. Ну, видишь, что у меня еще 30 секунд осталось. И дальше справиться будет крайне тяжело здесь. С его активностью. Кстати, Ферз Д8 есть на слон Е2. Может, так получится как-то подкрутить немножко позицию. Так, вот сюда надо забирать. Забирать на Ф8 и бить на Е6. Вот как-то так. И, кстати, съедаю на Д5 еще, возможно. Неожиданно получаю хорошо. Когда на данных часах 24 секунды. И даже будут какие-то шансы на победу, думаю. На король Д6 планирую слон Ж8. Какие-то мелкие угрозы создавать. И потом Ф5. Обязательно этот ход нужно сделать, чтобы создать лазейку королю на Ф4. Иначе мой король просто не войдет здесь в игру. В этой партии. Так, что делать пока не вижу, на самом деле. Что-то на ничью похоже. Не вижу, что сделать здесь на 14 секундах. Ну и согласились на ничью. Тяжелая была партия. Соперник явно давил. И мне кажется, зря начал играть на время. У него была подавляющая позиция.